И все-таки, вот я хочу услышать ваше мнение, если вот из такое слова перейти Рубикон, да? Вот Россия перешла Рубикон в отношении с Западом, вот этой агрессией, атакой в Британии, совершенно абсолютно государственной атакой, да? Ну, до этого был сбитый самолет, до этого еще, еще война с Украиной и так далее. Перейден этот этап, как бы, того момента, когда Россия считалась хорошим партнером, договороспособным? Или все-таки она остается? Ведь Северный поток-2 строится, и пока от него отказа нет. Или все еще на грани? Так или так будет? Ну, тут надо не смотреть только на то, что произошло в Британии, но на то, что произошло в Украине, с Крымом, с Восточной Украиной. Вот тут, после распада Советского Союза, ЕС, Запад, первый раз действительно начал употреблять системные санкции. Вот это, как бы, для такой международного права, это, как бы, беспрецедентный пример. Да, кто-то может сказать, что санкции мягкие, что они достаточные, не поменяли влияние России, не вернулись ситуации в правовом поле назад, на состояние, которое было до аннексии, до агрессии на Украину. Но вот это был, как бы, момент, который беспрецедентный. Что действительно 28 стран, конечно, включая наших партнеров, которые не входят в ВЕС, мы смогли найти общее мнение и одногласно, единогласно принять вот такие санкции. Вот это был, я бы сказал, вот тогда, в 2014 году, вот это был момент, когда вот мы начали понимать, что с кем имеем дело. Но сейчас...